Всем привет! С вами Евгений, мой был Telephone.ru и распаковка смартфона Samsung Galaxy S6 Почему мы взяли S6, а не S6 Edge для обзоров и сравнений? Ну причин несколько Во-первых, S6 намного удобнее лежит в руке но при этом модели идентичны по производительности, камере, звуку Во-вторых, S6 намного дешевле от 47 тысяч рублей тогда как Edge стоит от 55 тысяч рублей В-третьих, изогнутость и софтовые фишки у Edge это баловство, которое надоест очень быстро как было с управлением взмахами и головой глазами у Galaxy S4 В-четвертых, Galaxy S6 сам по себе является вау-фактором так как стеклянный, металлический люди в любом случае будут обращать внимание И в-пятых, Samsung Galaxy S6, простой, будет намного популярнее а значит, актуальнее в обзорах и сравнениях Как видно на кожухе, у нас версия 32 гигабайта памяти и расцветка черный сапфир Я сначала хотел взять либо белую, либо золотистую версию так как они менее марки но в наличии была только черная взял черную и не пожалел, потому что выглядит круто и на самом деле не такая уж маркая расцветка оказалась Торжественный момент твой Samsung Galaxy S6 в углу наклейка мегафона именно там я взял этот аппарат На пленке говорится об инновационном дизайне металл и стекло двух камерах, 16 мегапикселей и 5 мегапикселей и поддержки беспроводной зарядки Смотрим дальше Краткое руководство Гарантийник Иголка для открытия лотка с сим-картой Отложим пока Гарнитура Сменные насадки Похоже на Airpods Материал приятный на ощупь Надеюсь высказывать из ушей не будут так как сами Airpods Кабель плоский и его называют не спутывающимся Распутать очень легко Далее кабель USB-MicroUSB 2.0 как видите От 3.0 компания отказалась И зарядка И выход составляет до 2 Ампер Предлагаю произвести первое включение и посмотреть на лоток SIM Кнопка питания находится справа Зажимаем Samsung Galaxy S6 Android Насладимся анимацией Лоток находится справа под кнопкой питания Вставляем иголочку И давим Вот он Одна Наносим Добро пожаловать Начальная настройка Wi-Fi Добро пожаловать Он предлагает завести собственную учетную запись, чтобы можно было искать утерянное устройство, производить архивацию, восстановление, сохранять сведения о упражнениях, диете и прочем. Здесь, как вы знаете, датчики всякие разные. Можно сделать это потом. Далее можно настроить голосовое управление. Добавить отпечаток пальца. Добавим. Так, поместите палец на клавишу домой, отпустите и повторите. То есть проводить, как у Note 4, Galaxy S5, не надо. Просто касаемся и работает. Такой реализации не хватало в прошлых моделях. Проводить это вообще не круто. А вот касаться это интуитивно понятно, удобно. Вторая часть ввода отпечатка пальца. Теперь мы кончиком пальца касаемся. И все. Далее предлагается ввести пароль на случай, если не получается разблокировать телефон пальцем. Простой режим. Можете активировать сразу. Но я не буду, я же продвинутый. Как и вы, наверное. И так, рабочий стол, наконец-то мы до него добрались. Попробуем сканер. Работает очень просто и легко. Последняя версия TouchWiz. На базе Android 5.0 Lollipop. Настройки. 5.0 Android уточняю. Посмотрим, есть ли обновления по воздуху. Софт. Не так уж много, как было. Подробнее о них мы поговорим, соответственно, в подробном обзоре. Хочу отметить, что телефон очень удобно лежит в руке. Приятные материалы. Интерфейс не тормозит. Шутки про лагающие TouchWiz, наверное, можно уже отставить. Экран классный. Я не люблю AMOLED. Но не люблю AMOLED, где разрешение ниже QHD. Здесь QHD. И все, претензий у меня к Pentile, можно сказать, уже и нет. Апдейт все-таки какой-то подцепился. 250 МБ. Судя по списку, он полезный. Хуже от него точно не будет. В общем, ставим и принимаемся изучать. В ближайшее время мы расскажем об игровых возможностях устройства. Покажем примеры фото и видео. Ну а потом примемся за подробный обзор, где затронем все аспекты. Девайс стильный, мощный и знаковый. Так что по нему будет много материалов. Готовьтесь. Спасибо за внимание. С вами был Евгений. Мой был Telephone.ru Жмите лайк. Подписывайтесь на канал. Смотрите другие видео. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok